Всем привет, с вами Закупач и сегодня у меня на обзоре самый доступный, можно сказать, стабилизатор для мобильных телефонов, электронный стабилизатор, то есть автоматически он будет у вас стабилизировать видео, модель Hohem iSteady Mobile. Мне его прислал производитель, так что давайте посмотрим на него и если что это будет хорошим вариантом для покупки, потому что у него стоимость около 6 тысяч рублей, а обычно стабилизаторы все стоят больше 10 тысяч рублей и тем более если вы попадете на распродажу куда-нибудь, то вы вообще сможете урувать за 5 тысяч рублей, так что ссылка будет в описании. Хочешь себе стабилизатор на халяву? Производитель данного устройства разыгрывает один стабилизатор среди своих подписчиков на странице ВКонтакте, ссылочка на страницу ВКонтакте будет в описании, все что нужно сделать это репост новости в ВК, надеюсь это будет мой подписчик. Умеет тречить объекты любые, мошен лапсы, то есть можно двигаться и снимать как панораму, так и видео, портативность, зум контроль, все дела. А вот здесь кстати QR коды, чтобы можно было скачать приложение, вот это из Google Play и Apple Store, то есть для iPhone и Android он подходит. Также есть канал на YouTube обучающий, Instagram, Facebook, ну в общем давайте открывать его и будем тестировать. Вау, надо же! В такую маленькую коробку они уместили даже кейсик, то есть смотрите, у вас даже будет кейс для переноски H&M, все дела кейс такой, знаете, приятный, приятно то, что они об этом позаботились. За эти деньги это очень круто. Распаковываем. Опаньки, и что же нас тут встречает? Нас тут встречает инструкция. Инструкция на каком языке? На английском. Это хорошо, это лучше, чем китайский, так что это дело я почитаю. Инструкцию здесь читать нужно, чтобы хорошо им пользоваться правильно. Здесь QR код на YouTube канал, походу там еще можно будет почитать. А, вот здесь указана калибровка, как нужно положить его. Три минуты и все дела, то есть его придется откалибровать. Вау, вы только посмотрите, вот это да, даже в дорогие модели не кладут вот эту штуку. Это тренога-подставка, то есть теперь его можно будет пользоваться, потому что здесь, сейчас вам все покажу, короче. Так, это у нас запрещенные вещества. Зарядка USB на microUSB в комплекте. Сам наш стабилизатор. О, он такой тяжелый, такой здоровенный, кстати. Такой мощный прям. Такая какая-то у него, видите, будто бы кожаная ручка. Пленочку снимаем. Вау. Пленочка. Здесь у нас режим работы. Здесь, смотрите, еще есть резьба для установки какого-то оборудования, микрофона, дополнительного света и так далее. Сюда, как раз-таки, вот снизу резьба. О, посмотрите. Мы вкручиваем нашу подставку. Я ее сразу вкручу, потому что это дело нужное. Вот это очень круто. За эти деньги, то, что есть подставка. То есть мы ее сложили, носим, снимаем. Вот так. Или ее разложили и поставили стабилизатор. О, видите. О, они такие еще ножки прорезиненные. Прорезиненные. Вообще супер. Да, тут резина. Очень качественная тренога идет в комплекте. Потом наш подвес. Он уже, смотрите, кстати, стабилизируется. В общем, классно. И на подвесе даже, смотрите, есть еще одна резьба. То есть еще можно микрофон повесить. Сюда можно свет повесить на дополнительную резьбу. Очень продуманная модель. За эти деньги я вообще доволен. Также у нас, получается, с правой стороны USB и microUSB разъемы. Потому что этим стабилизатором можно пользоваться как пауэрбанком. Здесь у него 4000 мАч. То есть можете зарядить свой телефон. К сожалению, когда телефон установлен в стабилизаторе, видите, он будет упираться зарядкой. И вы не сможете заряжать его одновременно. Но потом зато сможете воспользоваться как пауэрбанком. И сама зарядка, чтобы заряжать гимбл. Сейчас снимаю таймлапс на 10 минут. Ускорение, по-моему, 60 раз. Но для вас пройдет 10 секунд, а для меня 10 минут. Итак, сейчас мы с вами поснимаем панораму. Вот, по идее, панорама ангел. Она должна найти меня и не снимать меня. О, смотрите. То есть она меня увидит. Потом, вот, видите, заметила. И теперь пошла в другую сторону. То есть снимает полностью панораму, вырезая человека оттуда. То есть, чтобы меня не было видно. Вот она сейчас дойдет, увидит меня краем глаза, вырежет этот момент. И все, панорама готова. Мы снимем панораму 360. Большую-пребольшую. Только надо будет прятаться от камеры. Нет, не снимай меня. Сейчас она будет сама двигаться. О, пошла. Видите, двигается. Сейчас надо спрятаться от нее, чтобы меня не было в кадре. Прикол. Смотрите, сама ездит. Почти доехала. А сейчас мы снимаем Motion Labs, то есть ускоренная съемка, и камера в этот момент двигается. То есть такой таймлапс в движении. Вон он. Я поставил на 3 минуты, и получится у нас, по-моему, 6 секунд видео. Я поставил там ускорение в 30 раз. Так что сейчас посмотрим, что получится. Пока вроде как пишет, все норм. Еще классно, что можно задать не одну точку фокусировки по слева направо. Он у меня сейчас будет ехать справа налево, а потом вниз поедет. То есть можно там целую 3D-модель записать. Ну вот смотрите, сейчас я снимаю видео просто с двух рук, без стабилизации. И сейчас установлю телефон на стабилизатор. А вот сейчас снимается видео со стабилизатором. Единственное, что фокус. Стаданта приложения я не могу блокировать, и фокус может гулять на телефоне. Ну, потому что у меня телефон дешевый. Если у вас будет телефон дороже 15 тысяч, картинка будет выглядеть намного лучше. Ну и так вроде как нормально. Смотрите, иду. Могу повернуть, посмотреть направо. О, смотрим направо. Теперь иду. Смотрю прямо. Налево. О, все нормально. Можно снимать. Вот, смотрите, от земли. Прогулка от земли. Теперь поднимаемся наверх. Ну, вроде мне нравится, кстати. Итак, телефон в стабилизаторе. Идем сейчас с вами протестим панорамы съемки. Идем на полянку. Там как раз хорошо панорамки получатся. Я, кстати, сейчас включил стандартное приложение камеры в телефоне. Выстроил полностью ручные настройки, потому что там у меня можно фокус блокировать. Вот есть такой маленький минус, что в стандартном приложении нельзя заблокировать фокус. Но зато тут можно. Вот сейчас, смотрите, сфокусируясь на небо. О, ну теперь идем дальше. Сейчас пойдем на пенечек встанем. Тут есть пенечек. Сейчас вам покажу его. Где-то там пенечек. О, сейчас на этом пенечке будем снимать панорамы. Вот он наш пенечек, наплыв на него. Ну что, все, тесты записали. Теперь пойдемте домой снимать обзор по управлению. Как там, чем управлять. Ну что же, давайте расскажу вам про управление гимбалом. Во-первых, огромный плюс у него есть. У него есть такой, так называемый, режим для сториз. Смотрите, здесь поворотная подставка. И мы ее просто можем повернуть. Так, сейчас телефон чуть-чуть. В сторону. Кстати, зажим очень крепкий. Ваш телефон оттуда никогда не выпадет. И просто берем. Раз, два. И повернули. И выравниваем так, как вам нужно. И снимаем сториз. О, для инстаграма. Поворачиваем обратно. И снимаем видео для интернета. Также на устройстве его очень легко калибровать. Вот этой шайбой, которая находится здесь. Сзади просто ее крутим. Смотрите. И теперь вот сейчас у меня калибровка занимает вообще там 3 секунды. Также с коробки можно было скачать фирменное приложение. Вот оно у меня установлено. Мы, значит, запускаем гимбал. Долгое нажатие красной кнопочки. Все, он у нас включился. О, видите, заработал. Теперь заходим в приложение. И вот он наш продукт. У них тут, кстати, очень много других девайсов. Вот, смотрите, какой прикольный вот этот. И здесь мы его запускаем. О, у нас сейчас идет синхронизация. Видите, подключился. Выбираем его. И все. Можем уже работать через приложение. Настройки самого гимбла. Один разжмем. И у нас теперь режим, когда он поворачивается только по оси одной. Влево, вправо. Двойное нажатие на кнопку. Раз, два. Теперь он у нас поворачивается и вниз. То есть, если я вниз поворачиваю, и работает слежение вниз и вверх. Тройное нажатие. Раз, два, три. Это когда он весь заблокирован. Смотрите, я его как не поворачиваю, он всегда у меня смотрит в одну сторону. То есть, заблокировано по всем осям. И четыре нажатия. Раз, два, три, четыре. Теперь он у нас такой валкий. Смотрите, видите, я его влево-вправо поворачиваю. И он поворачивается у нас и так, и сяк. Короче, поворачивается свободно даже в угол. Полная разблокировка. Жмем один раз, и снова у нас работает режим по умолчанию, который при включении доступен. Также смотрите, если я его буду поворачивать рукой, он всегда пытается вернуться в исходное положение. То есть, рукой его фиксировать не получится. Надо двигать джойстиком. То есть, джойстиком влево-вправо двигаем, вверх-вниз двигаем по осям. Свободно. Также здесь есть, видите, рычажок. Это зум. То есть, зум вперед, зум назад. Но зумом во время видеосъемки лучше вообще никакой не пользоваться, потому что телефон постоянно пытается сфокусироваться. И это ему мешает. Одно нажатие, и он у нас делает фотографию. Двойное нажатие на кнопку записи. Раз, два. И он начинает у нас записывать видео. Сейчас идет видео с телефона. Раз, два. Жмем еще раз. И все. Он у нас записывать перестает. Ну вот и все по управлению. Больше вам тут ничего знать не нужно. Все остальное я вам рассказал. Теперь давайте по приложению. В приложении у нас здесь есть Bluetooth настройки. То есть, синхронизировать его с гимбалом. Потом есть... О, видите, переключился на селфи-камеру. Угнулись. Все. Далее у нас есть вспышка. То есть, сейчас вспышка стоит с автоматом. Можно ее выключить. Можно включить постоянно. В общем, здесь настройки вспышки автоматом. Дальше у нас разрешение видео. 16 на 9 выбираем. Мы же видео записываем. Разрешение выбрали. И здесь мы можем включить ручные настройки. У меня в телефоне почему-то доступен только баланс белого. То есть, я могу здесь выбрать авто или там дневной свет. Пасмурно. Потом экспозицию увеличить. Поставлю на ноль. Потому что у меня телефон слишком ярко снимает. Я обычно ставлю на минус. Ну и все. Все ручные настройки. Потом здесь можно зайти в галерею. Есть даже магазин в галерее. Можно купить какие-то и фирменные приложения. Также здесь есть, видите, отслеживание. То есть, отслеживание включить-выключить. Вот она режимы панорамы. Вот это первый режим. Это когда он снимает, как бы вырезает вас. То есть, он видит, где вы находитесь. И снимает панораму, вырезая вас. Потом панорама на 180 градусов. Вот он сейчас будет снимать. Видите, начал снимать панораму. Все снимает автоматически. Вот видите, сам поворачивается. Сейчас он снимет нам панорамку. И все это дело склеит. И также можно здесь сделать панораму 360 градусов полностью. Он вокруг своей оси вернется. Здесь же можно включить отслеживание лиц. Отслеживание лиц работает только в режиме фото. Нескольких лиц. Одно лицо он отслеживает в режиме видео. Два, три лица и так далее. Может отслеживать в режиме фото. Также здесь мы можем задать видео. То есть, здесь мы выдаем стандартные настройки. Просто он снимает видео. Таймлапс. Вы выставляете здесь частоту кадров. Ускорение. То есть, в 30 раз, 60, 120 и так далее. И запускаете видео. Он снимает ускоренное видео. Таймлапс. И мошенлапс. Это когда вы задаете, к примеру, исходную точку. Потом поворачиваете куда угодно. Влево, вправо, вверх, вниз, задаете конечную точку. И жмете Next. Остается вам вырвать только ускорение. Давайте самое быстрое ускорение выберу. 5. И как он будет долго снимать? 30 секунд. У нас будет видео 6 секунд. Старт. Жмем. И он автоматически снимает сейчас таймлапс. И двигает камерой. То есть, получается у нас плавненький, плавненький. И единственный минус, который я здесь обнаружил, он почему-то в этих режимах через приложение снимает в HD качестве. Не Full HD. То есть, Full HD он снимает по умолчанию, когда вы просто снимаете видео. Если же вы снимаете таймлапсы и гиперлапсы, он снимает их в HD качестве. О, все. Он закончил. И типа нажмите клавишу. Жмем клавишу. Оказывается, нужно было вот это. Выбор режима клавишу. Жмать, он возвращается в исходное положение. Все. Дальше у нас настройки. Основные настройки, которые вам нужно знать, это камеры. Здесь вы даете фото размер, размер видео. Потом видео фейс трекинг. Как он будет тречить вас. И можно задать видео без звука. Возвращаемся назад. Здесь можно настраивать гимбл. Основные настройки гимбла. Здесь вы можете его чувствительность настроить, чувствительность джойстика. И самые главные, которые настройки вам нужны, это мотор option. Зайдите в мотор и выставите мощность помощнее. По умолчанию стоит мощность 40. Если я поставил 80, и теперь он стал работать намного лучше, а то он чуть-чуть телефон заваливал горизонт. Выставляете мотор помощнее, и все. Никаких проблем. Возвращаемся назад. И здесь же самое главное, что здесь калибровка. Для калибровки он будет вам показывать, как установить гимбл. Там влево, вправо, вверх, вниз. Вот видите, он сейчас выключился. И показывает, как нужно гимбл поставить, установить его на пол. Сначала его так ставить, а потом по-другому. Там, по-моему, 6 положений. После того, как вы все выполните, будет девайс у нас откалиброван. Но я уже калибровку делал. Так что это делать не буду сейчас. И здесь можно сразу же обновить прошивку устройства. Но, видите, у меня апдейт нет нового. То есть у меня все последнее программное обеспечение стоит. Видите, я не могу нажимать выбрать. Он показывает версию в сети, и версию у вас. 1.01 у меня установлено. 1.01 последняя актуальная версия. То есть здесь нам ничего не нужно. Все, возвращаемся назад. И вроде как я вам все рассказал. Приложение очень простое. Я все-таки всем советую снимать через стандартное... То есть вам это приложение, по сути, нужно, чтобы снимать таймлапсы. Чтобы снимать гиперлапсы. А больше вам ничего не нужно. Обычное видео лучше снимать через стандартное приложение вашего телефона. Ну, также здесь можно, конечно, управлять. То есть два раза нажали на кнопочку. И так, конечно, удобно. Но через телефон мое приложение на Honor снимает лучше, чем это приложение. Так что здесь, кстати, можно же сразу включить трекинг. Вот, смотрите, я включил объект трекинг. Сейчас я его поставлю поближе сюда. Опа. Берем фигурку Lego. Вот она такая красивая. Обводим ее. Вот, видите? И он начинает сам автоматически отслеживать и поворачивать камеру. То есть все-таки очень удобно, если у вас нет оператора. О, и даже когда он видит лицо, он пытается сфоткать. Сейчас фоткает. О, молодец. А, это потому что режим фото включен. Ну и давайте по минусам устройства. Безусловно, и минусы это то, что он очень бюджетный. Поэтому здесь стоят слабенькие моторы. Но если вы увеличите их мощность, разумеется, и заряд аккумулятора будет сажаться быстрее. Аккумулятора здесь хватает на 12 часов. То есть, по идее, вам все равно его на целый день хватит. Одного заряда аккумуляторов. И 4000 мАч здесь, конечно, это очень большой заряд. Такой, знаете, хороший пауэрбанк всегда рядом с вами. Также на гимбале достаточно сложная калибровка. То есть, там нужно в 5-6 позиций его устанавливать. Это занимает около 5 минут. Достаточно долго. Но зато это нужно сделать один раз и все. На стабилизаторе не очень-то и отзывчивый джойстик. Иногда нужно жмать два раза. Но это дело привычки. Когда привыкнете, с ним проблем не будет. Поддерживает телефоны до 6 дюймов. То есть, если у вас очень большой телефон с диагональю экрана 6,5-7 и так далее. Тогда он сюда не влезет. Достаточно слабенькое программное обеспечение. Потому что таймлапс он снимает только в HD-качестве. Потом нет блокировки фокуса. Все-таки я советую стандартное приложение камеры для качественных видео. И достаточно большой минус, что нет автоматической отцентровки гимбала. То есть, на других стабилизаторах есть кнопочка. Ее жмешь, и он автоматически выравнивает телефон. Здесь же нужно выравнивать вручную или переключаться между режимами. То есть, когда вы меняете режим отслеживания по одной оси 2 и 3, он автоматически выравнивается. То есть, можно эту проблему так решать. Плюсы устройства. Безусловно, это цена комплекта из чехла и треноги. Обычно это все стоит в 2, а то и в 3 раза дороже, как у конкурентов. Здесь же цена прям радует. Аккумулятор 4000 с пауэрбанком. Это просто супер. Очень удобный поворотный механизм в селфи-режиме. Не на всех устройствах вообще есть возможность подключения селфи-режима. Здесь же все выполнено очень удобно. Достаточно много крутых функций, которые не во всех телефонах есть. Это автослежение и панорама 180 и 360 градусов. Также не все телефоны умеют снимать таймлапсы. Выводы по устройству. Для начинающего видеолюбителя это то, что нужно. То есть, если ваш ребенок хочет заниматься съемкой видео или установить его к себе на велосипед, а через комплектный разъем для штатива сбоку это можно легко сделать, тогда вот ребенку купить это просто супер. Если же вы хотите его брать для профессиональных нужд, все-таки он не подойдет. Нужно брать устройство за 15-20 тысяч рублей, которые уже более мощные. Если у вас бизнес в Инстаграме или там какой-нибудь там на Ютьюбе, лучше смотреть в сторону более дорогих устройств. Но на первое время, если вы только познаете азы видеосъемки, это то, что нужно. Так что, если у вас никогда не было ручного электронного стабилизатора, покупайте смело, ссылочка будет в описании. А я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Закупач. Всем пока!